Смотрите, все вот эти химические оружия, это оружие массового уничтожения, конечно, фосфорные оружия использовалось не только теперь. У меня там написано, что 22 марта было использовано в Ирпине, 21 марта было использовано в Карматорске, 13 марта использовали в Ипопасной. Но дело в том, надо сказать, что фосфорные бомбы, так называемое фосфорное оружие, было использовано уже и в 2014 году при взятии аэропорта Донецкого. В фосфорных бомбах используется так называемый белый фосфор. Это очень опасное оружие, значит, в чем дело? Белый фосфор при прикосновении с воздухом, с кислородом, он горит. Он горит и можно начинять это оружие в любой снаряд, и в ракеты, баллистические ракеты, крылатые ракеты. Можно начинять в гранаты, в ручные, полевые гранаты, в артиллерийские снаряды и так далее. Взрываются снаряды и загорается этот белый фосфор. Но белый фосфор с прикосновением с воздухом горит выше 800 тысяч градусов. То есть горит все. Он разлетается на мелкие кусочки, попадая на тело, он горит до конца, пока не сгорит. Это очень тяжелые и болезненные поражения тела и страшные колецства. Дело в том, что была конференция в 1949 году, Женевская конвенция, о запрещении оружия химического. Потом в 1977 году был добавочный протокол о неприменении так называемых фосфорного оружия, фосфорных бомб. Россия как бы подписала эту конвенцию, но она успешно до сих пор использует. Это очень полезно. Вы не перепутаете ни с чем, если, например, ночью взорвется такая бомба, фосфорная бомба, потому что артиллерия может использовать, может авиация использовать, бросать фосфорные бомбы. На высоте 200-250 метров она взрывается и летит в виде такого дождя серебряного, яркого. Вот сейчас как раз наши зрители видят. Белый дым, пятивалентные оксиды фосфора, потому что фосфор горит и образуются оксиды фосфора. Эти пятивалентные, пятивалентные оксиды фосфора, они в виде белого дыма. Когда человек вдыхает, сгорят легкие. Поражения, конечно, ужасные, и это запрещенное оружие, но используются. И очень, кроме того, что это болезненно, что это горит и урожает, поражает кожу, и до самого глубины, и человек умирает в страшных болях, кроме того, белый фосфор, он страшный яд. Он парализует полностью все органы, и сердце, и почки, и печень, и все на свете. Поэтому это запрещенное, конечно, оружие, но, как видите, Россия с успехом его использует.